Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все началось с того, что Джихан захотел сделать семейное фото. Хасан рвет все, что он узнал. Леди Азади воодушевляется тем, что сказал ей Хасан, и когда Дилан чувствует себя плохо и садится, баран держит его за руку и поддерживает. Госпожа Азади очень злится, поворачивается к барану и спрашивает, правда ли это, на что баран отвечает, что да, Дилан не их дочь. Когда госпожа Азади злится еще больше и спрашивает, почему мы впускаем в наш дом кого-то неизвестного, Дилан плачет, когда Хасан говорит, что Дилан – дочь некой матери Дилана Хикмета Елмуза. Госпожа Сабихай интересуется Диланом и злится на себя за боль, которую она ему причинила. Мисс Сабиха не выдерживает и звонит, чтобы услышать ее голос, но когда Дилан не отвечает, она паникует. И когда он говорит, что не успокоится, пока не пойдет в особняк и не увидит ее, Хевен останавливает его, потому что это привлечет слишком много внимания. Тем временем Дживахир приходит в дом Сабихи Ханем. Когда Хасан объясняет каждую деталь, господин Кудрет говорит, что этого достаточно, и заставляет его замолчать, ударив его по столу. Когда госпожа Азади говорит, что они заплатят за это, наша кровь не останется позади, баран кричит, что кровная месть окончена, моей жене и семье Демиров никакого вреда не будет. Леди Азади – это ваша жена. Разве она не хотела нам отомстить в день свадьбы? Когда она кричит, что она дьявол, который хочет отомстить, баран встает перед ней и кричит бабушка. Дилан плачет на глазах, не зная, что делать из-за страха. Дживахир оказывает давление и угрожает Сабихе Ханем выкупить акции у Феррата. Когда госпожа Сабиха говорит, что позвонит Феррату сегодня, Дживахир отвечает, что посмотрим, и уходит. Когда госпожа Сабиха говорит, что ей нужно немедленно собраться и пойти на встречу с Ферратом, Хавин говорит, что если бы вы пригласили господина Феррата сюда, они бы не приветствовали его после того, что произошло с Диланом. Однако госпожа Сабиха не слушает и идет готовиться. Госпожа Азади говорит, что ваши глаза покрыты любовью, и вы не можете думать, как Коробей, но я вижу, что этим делом на этом дело не закончится. Баран кричит, что хватит, Дилан Коробей, моя жена, ее место со мной, и тот, кто будет противиться этому, найдет меня перед ней и рассердится. Когда Дилан бежит в свою комнату, Бэрон бежит за ней. Затем госпожа Азади злится, потому что на этом сказка заканчивается. В то время как Феррат жаловался на то, что они скрывали от нас, когда уходили, Гуль сказал, это то, что вы говорите. Семья невесты – это не та семья, которую они знают, и на самом деле они совсем одни. Когда Феррат говорит, что моя бабушка не оставит его одного, а Гуль Баран Бей говорит, что он не оставит свою жену одну, и стоит перед ней, как гора, Феррат немного расстраивается. Но Гуль покоряет ее сердце и целует ее точку, когда она входит внутрь, Феррат очень рад ее поцеловать. Пока Дилан плакал в комнате, Бэрон подошел к нему и сказал, не бойся. Дилан спрашивает, я боюсь за них, а не за себя. Я боюсь за них. Как ты убедишь? Ему. Баран обнимает его и говорит, я лидер этого клана, и если я скажу, что кровная месть окончена, значит, она окончена. Это непросто, но мы можем преодолеть то, что преодолели. Когда госпожа Сабиха сообщает Феррату, что я пришел поговорить о делах, Феррат приглашает ее в беседку. Госпожа Сабиха говорит, что если Дилан здесь, я бы тоже хотела его увидеть и дам ему знать. Когда Сабиха Ханэм говорит, я хочу, чтобы вы продали мне акции Карабея, Феррат возражает, говоря, у меня есть толк, но я не продам акции. Пока они разговаривают, Дилан выходит из двери особняка, и госпожа Сабиха зовет Дилана, но Дилан не слышит. Когда госпожа Сабиха спрашивает, плохо ли выглядит Дилан, что-то не так, Феррат отвечает, что у него семейные проблемы, и вешает трубку. Тогда госпожа Сабиха отсылает его, ясно сказав, что не будет продавать эти акции, думаю, наша встреча окончена. Пока все сидели в гостиной, Баран рассердился и сказал Хасану, что если ты узнал такое, то не следует говорить об этом за семейным столом, потому что ты так называемый старший в семье, точка госпожа Азади кричит, проблема не в этом, почему он от нас прячется. После этого Берон злится и говорит, что ты будешь держаться подальше от Дилана и Димирлара и все. Тем временем звонит телефон Хасана, и это Джавахир. Когда я звоню ему, чтобы он немедленно пришел к нему, Хасан говорит, что у него есть работа, и уходит. Пока Дилан плачет в своей комнате, госпожа Кадер подходит к ней и говорит, а, моя дорогая, через что ты прошла, и обнимает ее. Дилан плачет, объясняя, что потеряла мать. Госпожа Кадер подбадривает Дилана, который плачет, потому что он не сможет воссоединиться со своей матерью, и говорит, теперь у меня две дочери, какой бы ты меня ни видел, я всегда буду рядом с тобой. Дилан очень счастлив, целует мисс Кадер и обнимает ее. Когда Гуль говорит ей, что ей не нравится Сабиха, и просит ее держаться от нее подальше, Ферат спрашивает, знаете ли вы что-нибудь, почему у вас такая реакция. Гуль помнит, что Дилан сказал Гэже Сабихе, но она говорит, я доверяю только своим чувствам, держись подальше от этой женщины и уходит. Когда господин Кудрец спрашивает о Дилане в кабинете, Бэрон говорит, что с ним все будет в порядке, но настоящая проблема в моих бабушке и дяде, я им не доверяю. И он просит Джихана организовать телохранителей для защиты Сеетпея. Когда Сабиха Ханэм говорит, что Ферат не продавал акции, Дживахир злится. Когда Сабиха просит немного времени, Дживахир говорит, у меня не так много времени и вешает трубку. Сабиха говорит, очевидно, у меня тоже мало времени. Почему это слабое место Дживахира? Он поручает Хэвина найти слабое место в Дживахире, чтобы я мог победить его. Бэрон объясняет, почему он не доверяет Гэже Сабихе и почему Дилан сбежал со свадьбы, чтобы защитить его. Джихан сообщает Барану, что он решил вопрос с охраной и дом семьи Димир будет находиться под круглосуточным наблюдением. Дилан продолжает думать о словах Гэже Азаде. Пока Дилан сидел на качелях, Бэрон подошел к нему и спросил, с тобой все в порядке? Дилан сказал, я очень боюсь, я очень боюсь, что кровная месть начнется снова. Когда я собирался сказать это своей семье, я сказал им, я так боюсь, что что-то может случиться. Мне бы хотелось, чтобы я не мешал им поехать в Германию. Охранник, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Когда Дилан благодарит его и говорит, что ты моя самая большая удача, Бэрон говорит, что мы удача друг для друга. Когда Дилан говорит, ты всегда со мной, ты никогда не оставляешь меня одного, Бэрон говорит, я всегда буду рядом с тобой, чтобы не преподнесла жизнь, мы справимся с этим вместе и обнимает его. Рассеянность и спокойствие Сеет Бея привлекают внимание Ханифе Ханифе. Когда я спрашиваю, что случилось, я просто смотрю на улицу, ой, я забыла, у меня было небольшое поручение на рынке, точка. Когда Ханифе спрашивает, что случилось, она убегает, не отвечая. Джавахир запугивает Хасана за работу по доставке. Господин Сеет замечает охранников и приходит к господину Кудрету, чтобы поговорить об этом и узнать подробности. Когда господин Кудрет отвечает, что Хасан должен заплатить цену, господин Кудрет злится и говорит, если вы скажете мне, я не поддержу вас. Баран не оставит в живых убийцу своей матери. Я должен защитить своего сына, сделайте это. Понимаешь? У него еще есть время. Когда Хасан и госпожа Азади видят Сеита, они очень взволнованы, и Хасан говорит, если вы позволите, я уничтожу Сеита, не трогая его. Когда Хасан говорит, давайте соберем племя и решим проблему, госпожа Азади говорит, что мы должны сделать это, никому не объявляя об этом, никто не узнает, что мы выполнили эту работу, мы подожжем их очаги. Когда Дилан опирается на грудь барана и говорит, я очень боюсь, что кровная месть разлучит нас, баран говорит, не бойтесь, никто не сможет нас разлучить. Когда Дилан говорит, я очень тебя люблю, Баран говорит, я тоже тебя люблю, моя прекрасная жена, и целует ее в лоб. Когда госпожа Азади предлагает решить эту проблему таким образом, чтобы мы не могли понять, что делаем, Хасан звонит своему человеку и говорит, дайте мне несколько молчаливых людей, и мы сделаем уборку. Он рассказывает Ферату Гюлю о своих мечтах, я хочу с комфортом гулять по особняку, хочу отвезти тебя туда, куда ты захочешь. Госпожа Кадер слышит их разговор. Хавен узнает, какую партию отправит Джавахир, и сообщает об этом Сабихе. Хотя Сабихе поручено узнать все подробности, она также называет имя начальника полиции и говорит, что у него можно всему научиться. Хасан говорит, что все в порядке, мама, эта работа будет сделана завтра. Госпожа Азади также рассказывает нам о том, что значит играть в игры. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok